Мирная миссия, которую никто не видит. Папа Римский заявил, что Ватикан участвует в секретной мирной миссии, чтобы закончить войну между Россией и Украиной. Существует миссия, которая сейчас осуществляется, но она еще не является публичной. Когда она станет публичной, я раскрою ее. Что это за миссия? Почему она скрытная и насколько она реальна? Ответов на эти вопросы Франциск не дал. С одной стороны, было заявление пресс-секретаря Белого дома о том, что они в курсе этой миссии. В деталях вдаваться не будут. С другой стороны, была информация от источников приближенных президента Украины о том, что в Украине никто ничего про эту секретную миссию не знает. И любая секретная миссия, не важно, кто ее будет организовывать, в данном случае Ватикан, она должна была быть согласована непосредственно с Украиной. Но, как мы видим, с Украиной никто ее особо не согласовывал. Вместо того, чтобы обсуждать напрямую Папа Римский, ситуацию в Украине обсуждал с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, а также с представителем РПЦ в Будапеште. Ну вот этот вот момент, он же наиболее такой сомнительный, когда действительно какие-то заявления о секретных миссиях и попытках закончить российско-украинскую войну, выступить там посредником и так далее, происходит это обсуждение с людьми, которые, мягко говоря, занимают такую неоднозначную, контроверсивную позицию по отношению к происходящему. Вопросов остается больше, чем ответа. В такие скрытые миссии без прямого обсуждения с руководством страны достаточно сильно ставит под сомнение надежность таких миссий. Учтены ли там интересы Украины? Тоже остается загадкой. Если он работает на странах третьего мира, если он общается в первую очередь специально с странами третьего мира, и ему интересны их мнения, он пытается общаться в рамках их нарративов, в рамках их терминологии. По словам экспертов, нежелание говорить в открытую достаточно легко объяснить. Одна из вероятных причин, почему Франциск не говорит прямо с Украиной – понимание позиций украинцев. Украина не готова идти на какие-то компромиссы, как бы Папа Римский не говорил о христианской морали и ценностях. С тех пор, как Россия вторглась в Украину, Франциск практически каждую неделю умоляет о мире и неоднократно выражал желание выступить посредником между Киевом и Москвой. Но его предложение пока что не привело ни к одному прорыву. Действительно ли добивается Франциск мира или же такие громкие заявления только для односторонней выгоды? Пока что это открытый вопрос, который притягивает к себе массу предположений. И у экспертов есть одно из них. А добивается Папа Римский, ну с одной стороны, привлечение к себе внимания, попытки сыграть выдающуюся значимую роль в решении наибольшего, наверное, кризиса военно-политического, который возник после Второй мировой войны вообще не только в Европе, а в целом в мире. И понятно, что, по мнению Папы Римского, это может способствовать усилению влияния католической церкви. Нужно отдать должное. Гуманитарная помощь все же проводилась. Также в Ватикане премьер-министр Украины Денис Шмыгаль успел встретиться и обсудить формулу мира, предложенную президентом Украины. Принял ли Папа ее, пока так же неизвестно. Но известно, что Франциск готов помочь в репатриации детей, вывезенных в Россию. Святой престол готов это сделать, потому что это правильно. Все человеческие жесты помогают, но жесты жестокости не помогают. Мы должны сделать все, что в наших силах. Но реальных действий к примирению пока не видно. Потому что если бы действительно они в чем-то были заинтересованы или задействованы, мне кажется, про это надо было бы уже сказать, а не заниматься какой-то, знаете, средневековой политикой в духе романов Дэна Брауна про разных иллюминатов, влияние католической церкви и так далее. Сейчас просто мир такой открытый в значительной мере, что лучше бы про эти вещи было заявлять прямо. Поскольку таких заявлений нету, я думаю, что на самом деле это участие, оно не такое, каким его хочет представить католическая церковь. Насколько будет полезной эта секретная миссия и сможет ли она действительно помочь, покажет время. Нам же остается наблюдать и анализировать.